Замуж? Да можно, дорогая, можно. Только прежде прибери в комнате. Вымой окна на три полы, выбери кухню, выбери грядки, посади за окнами семь розовых кустов. Разбери семь мешков васоли, коричневую отдели от белой и намери кофе на семь недель. А где моя метла? Целую! Я Лариса Гузеева. Это программа «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Семён, Александр и Арсений. А невеста у нас Ольга. Ну что, напугалась? Ольга, 24 года. Считала себя женой декабриста, но со временем поняла, что она всего лишь любовница строителя. Ольга – сварщик-технолог. В свободное время изучает китайский язык и любит ходить в баню. Гордится тем, что познала вахтовую жизнь. Мечтает попасть на бал. Признаётся, что смотрит на мир сквозь розовые очки. Предупреждает, что у всех потенциальных женихов проверяет паспорт. Ольга не свяжет свою жизнь с прижимистым мужчиной, который экономит на спичках и хлебе. Выйдет замуж за незаурядного интеллектуала, с которым можно поговорить о творчестве Толстого и закружиться в вальсе. Не знаю, Оль, какой вы сварщик, но мечты у вас просто Золушкины. Я родилась в семье строителей. Выросла в этой атмосфере. С детства меня окружали мама, которая была строитель, дедушка, который тоже был строителем. Даже игрушки мои были связаны со строительством. Рядом с детскими книжками стояли нормативные документы по строительству. Ну и, соответственно, эта идея овладела мной в детстве. Есть женщины в русских селениях, коня нас, как у вас, становят, в горящую избу войдут. Послушайте, одно дело играть в игрушки в строительные, а другое дело вот прямо утром вставать, переодеваться там в какую-то рабочую робу, идти с мужиками, которые ругаются, матерятся, они всегда трезвы. Это захватывает. Что это, Роза? Это нравится. А мы дай вот так вот, я примерю тебе. Не-не-не-не-не-не. А чего? Да. Кстати. И? Поработав два года инженером ПТО. И вы хотите сказать, что это было так же романтично, как в ваших девичьих грезах? Да. Да что вы. Я воображала себе героиней фильма «Девчата». И это мне очень нравилось. Я гордилась тем, что я делаю, потому что я производила по факту готовый конечный продукт, в котором... Мало того, а женихов-то там? Видимо-невидимо. Видимо-невидимо. И вот уж, наверное, было где разгуляться. Было. Если предохранительный клапан порвет, починит, заварит, подварит... Но при этом она не должна затмить тебя. А откуда вдруг такая прагматичная вещь? Вы проверяете паспорта у своих возлюбленных. Ну, понятно, что Роза проверяет. А вы-то, маленькая девочка, кто вас научил? Ну, я себя оцениваю достаточно высоко. И считаю, что... А на какой предмет? Предмет прописки или... Нет, на предмет... Женат-неженат. Да, женат-неженат. А что, были случаи, когда кто-то обманывал? Нет, не было. Это я просто себе изначально задала такую планку, что девушке, такое как мне, не подобает встречаться с женатыми мужчинами. А я думаю, что когда вышла программа наша «Давай поженимся», вам едва стукнуло 18 лет. Да. Это вас вот Роза научила. Паспорт, блядь, вполне прагматичный и практичный. Вы себя называете женой декабриста. Была история. Была. Расскажите. На своем первом объекте, Сахалин Хабаровс, Владивосток, я познакомилась с молодым человеком. Проверила у него, естественно, изначально паспорт. А вы это когда проверяете? Изначально. Прямо сразу говорите «покажи паспорт». Да, если есть какие-то, так сказать, перспективы на дальнейшее развитие отношений, я говорю «так, дорогой». Прямо вот так, дорогой. Да, вот прям примерно с такой же интонацией это воспринимается как шутка. И вот под этой шуткой я узнаю все то, что мне нужно узнать. Серьезно относится к тому, что муж должен быть не женатым. Да. Когда у меня начинался семестр, ну, естественно, у студентов бывают выходные. Вот. Ну, или там, допустим, какие-то лекции отменили. То есть, ну, вот выпадают у меня три свободных дня. Я бегу, покупаю билеты, сажусь на поезд, больше суток еду в поезде, испытываю вот эти все неудобства, лишь бы встретиться с любимым человеком. А как вы из статуса жены декабриста перешли в статус любовницы-строителя? У меня есть прекрасная подружка Леночка. Вот. Так эта Леночка решила проверить молодого человека. Ну, не только паспорт у него я проверила, а Леночка его решила проверить в социальных сетях. Вот. И вот проверку в социальных сетях молодой человек, к счастью, не прошел. Что вы там нашли? Леночка там нашла такую запись, что молодой человек находится в отношениях с некой девушкой. Вот. Когда она мне это сказала, я просто ушам не поверила, потому что, ну, на мой взгляд, было все настолько серьезно. Потому что он знакомился с моими родителями, с моей сестрой был знаком. Значит, его друг приходил к нам в дом и сватался. У нас было действительно торжество под названием сватовство. Ну, и когда вы с Поличным прижали своего возлюбленного, декабриста, он, наверное, все отрицал, как истинный революционер? Естественно. Он сказал, что девушка сумасшедшая. И что если вот он вот, ну, эту мелочь, вот эту запись уберет с этой страницы в социальных сетях, то она покончит жить самоубийством. Вот это сумасшедшее. Да. Что вот настолько... Обычно жены бывают сумасшедшие. И когда мужья говорят, что, ой, если я, милая, от нее уйду, она покончит с собой, потому что она куку на всю голову. Вот. Ну, вот он, видать, где-то это посмотрел в каком-то фильме и на заметочку взял себе. И вот. Он разбил ваше сердце? Да. Иногда социальные сети – это очень хороший показатель того, какой человек на самом деле. А теперь давайте про бал. Вот когда вы отмоете руки от мазута, личика, волосы приведете в порядок, на какой бал вы хотите попасть? На императорский. Это где у нас? Сейчас это очень популярное течение, то есть все новое – это хорошо забытое старое. И вот там пафосный жених подходит к вам и говорит, а чем вы, Олечка, занимаетесь? Он говорит, я сварщица. Да. И так вот пробуравите так. Да? Да? Насквозь. И он что? Парни. Прежде чем я стала волшебницей, кстати, диплом у меня тоже, электронно-лучевая сварка, типа ЭЛАМС, применительная к сельфонным узлам. Вот стала же я волшебницей, так что что, сварщица-то? Я боюсь, Роза. Сварщица-то очень, это сильно. Олечка, а вот представьте, что вы попали на бал. Проблем нет. И что дальше? Я там встречусь с принцем. А как вы его узнаете? Ну, принца легко узнать. Это же принц. Ну как? Опишите. Ну, коня, наверное, у него уже не будет. Вот, ну, высокий, статный, молодой человек. Как он одет будет? Во что даже? В костюм. На балу, во фраг вообще-то? Ну, я же не была ни разу на балу. Ага. Во фраг. То есть, короче говоря, вы своего узнаете. У вас туркнет, ёкнет, ну и всё остальное. Вы живёте с родителями? Нет, я живу со своей прекрасной сестрой. А приданная? С её семьёй. Приданная имеется. А что в приданном-то? У меня есть машина, которую я заработала своими собственными руками, путешествуя, в кавычках, по трассам. У меня есть гараж капитальный. И у меня есть светлая, прекрасная мечта – обзавестись собственным жильём. И я иду к этой цели. А это в каком городе всё? Сейчас нет. Ну, машина и гараж находятся в родном городе. В каком? В Комсомольск-на-Амуре. Прекрасный город? Да. А вы согласны будете переехать из этого замечательного города? Я сейчас... За принцем. Я сейчас там не живу. Вот я живу с сестрой... Где? В Москве. А предпочтительно, чтобы принц тоже был из Москвы? Желательно, да. Почему? Потому что сейчас моя работа связана именно с Москвой. А если он будет такой же приезжий, как и вы? Без проблем. Ты уже боишься? Или пока ещё готов? Держусь. Пока держусь. Ну, Лариса, всё-таки Новый год на носу в конце-то концов. Но мечты должны сбываться. Уверена. Ну, вот и я буду вашей сегодня крёстной феей. Постараюсь, ну, если не принца, но, по крайней мере, превратить его в принца. Олечка, несмотря на её юный возраст, она действительно может добиться очень больших результатов. Во-первых, вы признанный руководитель внутри. Я не знаю, руководите вы сейчас или ещё нет, но обязательно будете. Вы можете стать политическим деятелем. У вас очень хорошие задатки. У вас солнце водолея, такое свободолюбивое солнце, которое стремится всегда к работе, карьере. И всегда даже такие женщины водолея, они стремятся к карьере. Не, ну, представляете, вот каждый день её видеть в своей квартире. Каждый день видеть. Она будет мелькать перед глазами. Она будет туда-сюда, туда-сюда. Каждый день. Ну, вот, что касается, как охмурить мужчину, может быть, нежности какой-то, вот именно которая нужна для того, чтобы привлечь мужчину, вот именно этого вам немножко не хватает. Это приобретётся. Скажите, а вы плачете сейчас из-за чего? Ну, это всё так трогательно и очень всё в точку. Да? Пока я таких не встречал. Интересно будет увидеть поближе. А ты похожа на хозяйку Медной горы. Нет, она на пиону похожа. Да. И ты прямо должна сказать, о каких гостей я вам сегодня привезла. Семёна, Александра и Арсения и Павловича. Каменный цветок. Если он будет плохо себя вести, его прямо-таки превратите в каменного. В жабу. В жабу это ты. Это твоя специальность. Хорошо, слёзы утираем. И начинаем знакомиться. Оля, привет. Меня зовут Семён. Наша профессия с тобой очень похожа. Будь моей половинкой. Давай попробуем. Проходите. Семён. 31 год. Кочегар. Подрабатывает баянистом. Гордится своей коллекцией музыкальных инструментов. Мечтает открыть сеть ресторанов и купить параплан. Признаётся, что во время сна подкладывает под ноги табуретку. Предупреждает, что знает секрет зарабатывания денег. Возлюбленная стриптизёрша принесла Семёну так много страданий, что он был вынужден восстанавливать нервную систему в объятиях психиатра. Надеется, что с Ольгой он заживёт душа в душе. Да, баянист Кочегар – это то же самое, что сварщица Золушка. Да, ну, похоже. Ну и где вы свою фею, стриптизёршу, встретили? Встретил её на Камчатке, там был... А её туда выслали, что ли? За плохое поведение? Нет, ну... На самом деле там были профессионалы, модель Экскорт. У неё был там... Ну, в общем, она была там впервые. Я бывал на таких мероприятиях, ну и заметил её, сразу понравилось. А вы что делали? Я был в качестве артиста. Гармониста? Да. Он не просто Кочегар, что-то здесь серьёзнее. Вы встретились на каком-то корпоративе, вы развлекали, играя на гармошке, а она Экскорт-услуга. Да, да. Летели в вертолёте, мы видим красивые девочки, смотрят на меня, улыбаются. Я говорю, мы знакомы, она нет, улыбается. А потом вы зашли в гостевой домик, куда нельзя было вам заходить? Да, нам как бы нельзя, там все разъехались на охоту, но мне что-то скучно комаров кормить. Ну, пошёл, породить. Опа, она привет, встретила меня. В голом виде? Почти, да. Говорит, а что ты к нам не заходишь? Мы с ней выпили, ну и... Когда хозяева на охоте, как вы гуляли. Хорошо у него работа такая, у меня в Камчатке баянист. Он прям подготовился такой, прям в образе пришёл. В общем, закрутилась у вас любовь? Да, закрутилась любовь. Мы гуляли там дня 4-5 после того, как приехали, ну и начали вместе жить с ней. Ну, вы поставили условие, что проституция и бой? Да, проституция и бой, вроде как мы стали парой. Ну, спустя какое-то время стал замечать, что нет-нет, ты где? Нету, где-то там начинаю её ловить. Друзья там говорят, а ты не улетел? Я говорю, нет. А вроде как она улетела. То есть, и получается, что она ездит на подобные мероприятия. То есть, скатилась по наклонной? Покатилась по наклонной. Ну, я стал переживать, что-то бегать за ней, прыгать. Она от меня убегала там по разным городам, скрывала себя везде, находила там в Новосибирске, в Красноярске, забирала её там. Она там из телеки один раз приехала, купила машину, вроде как её зацепила, какое-то время ещё жили. Машину купили? За сколько? Десять тысяч долларов примерно такая. Она у неё не было прав до этого. Слушайте, это баяния так зарабатывать хорошо? Может, а ну мне эту работу волшебную-то? А ты что, на баяне умеешь играть или эскорт-услуги будешь оказывать? А чё получится? Что тебе так? Нет, милая, уже самой нужно приплачивать. Это только если я тебя расколдуваю. Но она хотела фраг, а у него рубаха. Эх. Вы заболели на нервной почве, когда вас бросила институтка эта. Вы заболели, и вас даже лечила врач. И она вам прописала в вас сильный режим, наверное, да? Да, прописала. Совместный. Совместный. Потому что вы с ней потом стали жить, поживать. Это вы с ней 4 года, да? Да. С врачей, которая исцеляла вас. Ну, а она тоже приличная женщина, врач. Вам помогла. Почему с ней-то было не жить? Я как бы до последнего хотел с ней жить, любил её. Вот. Но? Что помешало? Помешало то, что я должен быть рядом с ней, здесь, в Москве. То есть изначально так должно было быть. Она ещё москвичка была? Она была томичка, закончила томский вуз, потом переехали в Москву. А сейчас-то вы где живёте? Сейчас она здесь, в Москве, а я в Томске. Она вас не оставила в Москве? Или вы сами здесь не остались? Я не остался. Она всё трэш какой-то ищет в жизни. Мне кажется, она нравится трэш. Семён, у меня вопрос номер один. Вы паспорт с собой принесли? Да, принёс. Где-то валенки был. А пока, Оленька, вы смотрите, я бы хотела ваше видео посмотреть. Вы же подготовились, а то что-то мы про вас так ничего не узнали. Давайте посмотрим. Я очень много узнала. Да? Я нет. Машина, работа, ещё и животных любит. Но чем не кандидат в мужья? Однако Семёна Жорова уже 31, а он до сих пор не женат. Хотел бы, да замуж никто не идёт. И не только потому, что он простой кочегар. Ну вот и я на своём рабочем месте. Сутки через трое прихожу сюда подкидывать, чтоб местные жители не замёрзли. Две девчоночки-отличницы, навороченные прям беда. Модные до неприличности, встроенные, ну дальше некуда. А чего такие тёплые не стоят на улице? Ну а может познакомимся? Ну а мы поцелуем. Это кто ж такой сюжет-то снял вам? Да у меня на рабочем месте периодически снимаем подобное видео. Оль, скажите, вы уже посмотрели, он не женат. А кроме того, что там написано, кроме паспортных данных, может, ещё есть какие-то вопросы? Есть. Я сейчас живу в Москве. У сестры. У сестры. Но работаю я здесь. И менять своё место работы в ближайшее время я не планирую. Потому что не можете без авиации. Николане двора в Москве ничего нет, а она никуда не уедет. Вообще, знаешь, вот этих вот, вот Лариса всё время говорит, много у нас сейчас научных сотрудников, вот кому нужны. А вот как, извините, чтобы тепло в доме было, это всегда. И уголёк тоже. Не, ну я, конечно, приеду хотя бы кочегаркой и полмиллиона рублей дохода. Во. Готов здесь. А машина-то какая, посмотри, ишь. Ничего, помылся, домой пришёл это. А мышь-то какие себе наработал. А в городу свежий воздух всегда. Между прочим, Витя Цой, царь его небесная, тоже работал в кочегарке. На секундочку. Я ничего против не имею. Оля, хочу подарить тебе туфельки. Хотелось бы, чтобы ты их надела. И будешь моей золушкой. Работает ли? Большеватая. Ничего, притрутся, разомнутся. Ой, так нескромно. Вот прям. Запоминаю, что тебе нужно было сделать. А я туфель лучше, мне больше не нравится. Деревянный, это да, это жёстко. Остыли реки и земля остыла, ищут нахохались дома. В этом городе тепло и сыро, в этом городе тепло и сыро. А за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня зенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня. Декабрь, дневник, февраль. Она хотела на бал, она попала на бал. И уносят меня, и уносят меня, уносят меня, и уносят три белых коня. Три белых коня. Декабрь, дневник, февраль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Кстати, Семён! Алё, Семён, у нас невеста ищет всё-таки себе мужчину на бал. Тушь, нам давай сейчас как-то, вот как вы там на балу-то будете танцевать. А то, конечно, гармошка делал хорошие, кочегар тоже. А танцевать на балу-то будем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 человека. Простодушный. Такие не встречаются. Вот такая, наверное, природа была у князя Мышкина. Вот смущает вот это простодушие. Ну, выкрученная, верченная, выхитренькая, губки узенькие, глазки оттуда-сюда, блысь-блысь. Понимаете, поэтому в семье кто-то должен быть простодушным. Дети же должны к кому-то тянуться. Будут к папке тянуться. Семён ярко выраженный близнец. Луна, Солнце, Марс находится в этом знаке. Это говорит о том, что он легкий, что он ветренный, веселый, что он будет до конца жизни мальчиком. Семён, она тебе понравилась? Понравилась. Ну, охота бы поглубже познакомиться. Олечка, у нас сегодня Роза фея, а я добрая фея. Я могу исполнить ваши три желания. Скелет в шкафу, семейная тайна или общение наедине. Что выбираете? Я выбираю скелет в шкафу. Не может быть у него все так гладко и красиво. Ах, какая вы противная злючка? Говорите, не может? Сейчас я посмотрю. Боже, он что, пьющий? Что бы это значило? Сенечка, подойди ко мне, детка. Что это значит? Расшифруйся, а то мне уже прямо страшно. Это бутылка шампанского. Под Новый год в прошлом году я ехал к друзьям уже туда, они говорят, Семен, привези шампанского, желательный ящик. Я такой раз-раз захожу в последний супермаркет, который работает там за городом уже. Там народу куча. А это шампанское, ну прямо стоит вот здесь у входа, все в шампанское. Ну я такую бутылочку взял, вынес спокойно, никто меня не остановил. Вернулся, взял ящик, положил и уехал. А главное, что рассказал все. Молодец. Это еще раз подтверждает, но простодушный. Иди, мой родной, иди, никому больше не рассказывайся. Да, простодушный вор. Он извинился еще, потом на деньги придет обратно. А вас ждет еще одно знакомство. Проходите. Привет. Меня зовут Александр. Рад видеть такую прекрасную девушку. Девушкам, золушкам в частности, принято дарить обувь. Я дарю тебе уги и хочу, чтобы ты их примерила. Прошу. Хорошо. Посмотрим, угадал ли ты с размером золушки. Насколько я смотрю, одна нога уже подошла. Значит, наверное, мой выбор правильный. Итак. Хорошо. Проходите. Александр. Александр, 30 лет. По образованию системный программист. Признается, что бросил работу, чтобы помочь родственнику. Гордится тем, что был вынужден солгать всего лишь один раз. Мечтает побывать на настоящем балу. Предупреждает, что не принимает приглашение на чашечку чая после первого свидания. Возлюбленная обвинила его в том, что он видит в ней одни недостатки, и поспешила расстаться. Надеется, что Ольга окажется его идеалом. Кого это вы превратили в тыкву? Я же совсем забыл. Итак. Я дарю эту тыкву, чтобы потом, после передачи, когда меня выберешь, она превратилась в карету, на которой можно было поехать на бал. Так может быть, вы и есть тот самый принц, о котором Олюшка мечтает? Может быть. Откуда у вас и такая идея, молодой человек, посетить бал? Я до второго курса с девушкой в происке не общался, не познакомился, а тот на втором курсе вдруг влюбился. Начинал ухаживать, но как-то все не складывалось. И я решил, мне пришла в голову мысль, что пригласить надо на танцы, заниматься бальными танцами. Я пригласил, она согласилась, мы вместе занимались танцами, общая тема есть, по крайней мере, одна. Но потом так оно все и не сложилось, ответного чувства так и не возникло, и танцы она тоже бросила. А я так в танцах до сих пор и остался. Правильный, сильно правильный. Какой-то чертовчинки нет. А влюбились в девушку, с которой была длительная история? Это было тоже по, как ни странно, линии танцев. Белла была на набережной, когда я пришел танцевать, вечер. Смотрю, действительно интересная девушка. Я ее пригласил. Протанцевали с ней весь вечер. Прямо там на набережной? Да. Под музыку? Да, там музыкальные вечера. Как романтично. Я по дороге домой понял, что влюбился. Ну, понимая, до этого не встречался на практике с любовью сперва взгляда. Понял, что бывает. Проводил ее до дому. Она предложила остаться на чашку чая. Сказал, что пока не надо. Я домой поеду. Время позднее. И поехал. А чего вы так испугались-то? Вы думали, что после чая последуют какие-то домогательства с ее стороны? Я не стал торопить события. Чтобы все было плавно, постепенно. Чтобы потом не петь ей на набережной. Зачем мы перешли на ты? Как посмотреть, насколько подходим, какие сферы интересов. И вот вы объедились в ее комнате и заметили огромные стеллажи с книгами. Когда я увидел, у нее были по психологии очень много. Она понимала, что у нее есть недостатки, она на нее работала. Но потом она стремилась раскопать, что же у нее все-таки не так и исправить, но и боялась. Вот на почве этой боязни и получилось расстались. А вы все время делали замечания или учили ее жить? Она видела меня слишком идеальным. Что-то не поняла. Мой мальчик. Немножечко вы так отсядьте от кресла, а то вам крылья мешают. А мама так вот. Да-да-да-да-да. И? Вот, и в один прекрасный момент мы с ней еще поговорили. Она сказала, что она не может все-таки в такой ситуации находиться, когда она слишком себя видит. Рядом с вами. С плохой стороны. Да, поэтому она была сцена расставания. Она обняла на прощение, как солдат, прожать на войну. Сказала, ты слишком хорош для меня. Было хорошо, но... Смотрите, она начиталась видать мужские отмазки, как они бросают женщин. Вы теперь можете уже углубиться, у вас крылья сложились. Обычно мужчины говорят, дорогая, ты слишком хороша для меня, я тебе не достоин. И уходит по другим причинам. Он трогательный. Вы девственник? Нет. Нет? То есть у вас были такие, когда вы крылья оставляли дома, и были просто таким мальчишом-плохишом? Так могли и на чашку кофе прямо через несколько часов заглянуть? Нет, ни в коем случае. Через несколько часов... А чего вы боитесь? Это не больно. Я думаю, для Ольги Семен подходит больше. Семен такой опыт, чем Саша. Он может подойти к любой абсолютно женщине. Скажите, пожалуйста, вот перед вами сидит прекрасная Ольга. Она точно вас не пригласит на кофе. А если пригласит, то потом не отпустит сама. Вы, может, и захотите оттуда уйти. Не уйдите. Почему? Потому что. Только я знаю этот ответ, но я вам его не скажу. Нравится? Хорошая девушка. Симпатичная. А чего ты так? Не бойтесь, сразу прям как-то с лица сошел. Почему вы так думаете? Ну, во-первых, хана вас может превратить в тыкву. Посмотрите на глазки-то. Ну, меня это вряд. Я в том, что вы в некотором роде тоже волшебник, поэтому на меня не так просто действовать. А сколько вы времени тратите на свои танцы? Танцую я примерно 4-5 вечеров в неделю. Хорошо. А у нашей Ольги вполне себе земная профессия. Вас не будут раздражать вот эти вот танцульки с другими девушками? Да, это интересно. Если я буду там танцевать, то не будут. Смотри, если бы тебя на его место поставить, ты умеешь танцевать, как ты показал, а его на твое место поставить, он не сумеет уголь кидать. Вы москвич? Да, москвич. А у вас квартира-то пропишите нас? Вас нет. Мне не надо, у меня уже... Меня давно прописали. А вот жену квартиру пропишем. Жену, да. Тогда сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Он подкупает какой-то вот этой детской наивности. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какой вы замечательный! Я просто окунулась в детство. Это было нечто. Спасибо вам огромное. Это абсолютно новогодний подарок. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, что вы скажете? АПЛОДИСМЕНТЫ Наверное, не наш жених. Почему? Как-то пластика хромает. Оля собирается на императорский бал. А Ольца сама умеет? Угу. Ну, пойди покажи, Оленька. Мужчина должен вести. Не надо, иди, пойди покажи. Запросто. АПЛОДИСМЕНТЫ Опять станьте, дети, круг? Да, только под эту. Кстати, дети, станьте круг, Станьте круг, станьте круг. Жив на свете-добрый ключ Старый добрый круг. Никогда он не волчал, Ни кричал, не крещал. Гол 130 или дмени臭щик, Старая стола, околы секрещал. АПЛОДИСМЕНТЫ ДВОДИСМЕНТЫ Ни комбалом не волчал, Ни кричал, не грещал. Гол 330 или дмени臭щик, Встаньте, дети, встаньте в пруд Встаньте в пруд, встаньте в пруд Ты мой друг, ты мой друг Старый верный труд Полюбимый Александр, настоящий джентльмен Дура Проходите Забавно получилось Не удержался Он танцует в разы лучше, чем ваша сестра Ваша сестра вообще танцевать не умеет Он смешной, веселый, он нас веселил Это было так в тему Это было так здорово Это было так празднично Так интеллигентно Я считаю, что он будет копаться В характеристиках Кто лучше, кто хуже Это человек, который занимается самокопанием И копание человек, который находится рядом с ним Он, на мой взгляд, не совсем практичный Когда совмещают и семья, и хобби, это замечательно Он даже прописать вас готов к твоему чё Она мне нужна Не самая главная прописка А потом, так сказать, когда он докопается до какой-нибудь сути во мне Он скажет, извини, дорогая Я вот тут в тебе выкопал, книгу сегодня прочитал Новую Ребёнок Всё такое у него розовое, мягкое, пушистое Он никогда не будет изменять У него Венера в Скорпионе в соединении с Сатурном и с Плутоном Это говорит о том, что он очень глубокий Вот он когда говорил, что я не хочу сразу к девушке идти на кофе Это говорит о том, что он подходит к девушке Сначала он хочет узнать её душу Вот то, чего мы всегда хотим Он хочет понять, подходит ли она ему А потом уже с ней ложиться в постель У вас ещё осталось два желания Общение наедине Семейная тайна Что выбираете? Семейную тайну Александр Саш, захвати паспорт с собой Паспорт дай сразу Ну правда Держи, дед Дай посмотреть Что за семейная тайна? Какая семейная тайна? Есть у нас традиция Ещё у отца В Новый год 31 числа Стараемся как можно больше Поздравить родственников Объездить Либо на пешком Либо на велосипеде На чём есть Зимой на велосипеде Знакомых людей А также Даже незнакомых людей Которых Ну например Знает вам Мой отец Мой брат Поехать и просто поздравить их Давайте посмотрим Вот это большая радость Давайте АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы Новый год Был светлым Тёплым И радостным Есть Замечательные Подсвечники Чтобы этот Снеговик Освещал путь В Новом году Мне идёт А чтобы Внешно идёт Чтобы Чтобы Был В Новом году Радостным Хорошо И вкусным Был Чтобы Новый год Дарил Шоколад Спасибо Как приятно Спасибо Рад был вас поздравить Всегда приятно Нести радость людям Перед Новым годом АПЛОДИСМЕНТЫ Дай Бог В семье Вашей здоровье Долгие лета Проходите Спасибо Вам Привет Передавайте родителям Проходите Да Саша Молодец Молодец И паспорт у него чист Проходите Знакомьтесь АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Добрый вечер Это вам Спасибо Каждая девушка Мечтает о сказке И я хочу подарить её вам Разрешите Помогу одеть АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Арсений 26 лет Учится в аспирантуре Руководит небольшой рекламной компанией В свободное время занимается волонтёрской деятельностью Гордится тем Гордится тем Что спас слепого мужчину Мечтает встретить девушку Которая станет его спутницей на балу Возлюбленная не смогла добиться От Арсения предложения руки и сердца И решила попытать счастье с другим Надеется, что Ольга умеет ждать АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Арсений, а вы, как Ольга, только мечтаете попасть на бал? Или вы там завсегдатый? Я начал... Я первый раз посетил бал в 2011 году Могу рассказать историю, как это получилось Но прежде расскажите, кто эти прелестницы Это мои подруги Татьяна и Мария Мы с ними познакомились тоже на балу Ольга, почему вы погрустнели? Нет Ну, конечно, да, я вижу от меня ничего Я разглядываю прекрасные туфли А девушек прекрасных Не будет смущать, если, кстати, у вашего будущего мужа будут подруги Вот такие красавицы А подруги будут В умеренной дозе Как, то есть, двух-трех будете, а пятерых не будете терпеть? Давайте откровенно Откровенно? Я не против общения, но если я нахожусь рядом Я с удовольствием с вами, девушки, познакомлюсь И мы можем стать прекрасными подругами Никогда Девушки Считай И как вы первый раз попали на бал? Помните, в 2011 году смог был очень сильный Лето вот ужасное Настроение ужасное Работа, депрессия Узнал на сайте, прочитал новость о Венском бале в Москве По-моему, она его ревнует к девушкам Я прошел три месяца обучения Венской вальс и другие танцы Вы меня извините, я была на этих валах Мне менее это интересно, чем то, что вы до этого занимались организацией быстрых свиданий Вот про это я не знаю ничего Мне бы интереснее было Ой, эта история очень интересная Я там познакомился со своей последней девушкой А что вы там делали на этих быстрых свиданиях? Организацией Знаете, вот в фильмах, когда показывают, сидят 10 девушек, 10 столиков, молодые люди присаживаются и меняются каждые 5 минут Лариса, так унизительно, поверь мне Конечно Мужчины сидят, а женщины перескакивают со одного столика Нет, 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 я честно, я сам свидетель, я организовал это, потому что мужчины встают, переходят Да мужчин меньше, чем женщины И вот вы познакомились с этой девушкой Да, мы на одном из этих мероприятий, получается, она пришла как гостью Мы с ней встретились, погуляли, очень... А как вы оказались у нее в 6 утра дома? Я пригласил ее на каток, знаете, ночной каток, в Крылацком, очень красивое мероприятие, мне очень нравится ходить Вот, после этого я решил проводить ее до дома Провожаю до дома, то есть, ну, ничего, как бы, не намеривался Прихожу к ней, домой все, прощаюсь с ней Она говорит, не хочешь позавтракать? Это уже 6 утра Да, 6 утра, ну, там, яичницу я тебе пожарю Только тихо, у меня родители спят Она жила с родителями, то есть, я говорю, ну, хорошо, я с удовольствием бы позавтракал Вот, честно, проголодался Мы с ней позавтракали И в диалоге был момент, когда я рассказал, что я, в принципе, могу починить все, что угодно Электронику там И она говорит, у меня розетка сломана То есть, я говорю, ну, давай отвертку сейчас сделаю, 2 секунды То есть, действительно, просто Сделал розетку, причем момент был, у нее в комнате там, стук в дверь Заходит отец Отец, наверное, все ожидал увидеть Но не мужчину, а парня, который закручивает розетку в 6 утра Послушайте, ну, в советские времена секс тоже не снимали в прямую Но показывали паровозы, как какие-то сваи забиваются во что-то И отцу тоже показалось, что это очень символичным, когда отверткой в розетку Он, наверное, сразу это спровоцировал на вас и дочь Поэтому, что же удивительного? Ну, нет, он ей не подходит слишком молодо Она уже состоявшаяся, а он еще молодой Скажите, вот с той девушкой вы расстались, потому что она поняла, что вы на ней не собираетесь жениться Да, кстати Сейчас я понимаю, что вам 26 лет, и вы уже об этом серьезно задумываете Я думаю об этом, но не скажу, что прям завтра готов жениться Один, что вам в девушках не нравится? Вот что вас отталкивает? Нет такого, я готов ко всему Вы всеядный? Я, не то, что всеядный, знаете, я только доверие, наверное Мне то, что нужно, девушке доверишь, взаимное доверие Артини, посмотрите на взгляд Ольги Вот Она смотрит из-под лоби, она не доверяет никому из мужчин А это не просто будет контроль тотальный Это да А вы попадете в плен к Ольге, вы завянете Я считаю, что в отношениях нужно работать над отношениями в месте А вы меня не слышите просто сейчас Я говорю, что вам девушек не нравится? Вы вне боли разношаетесь? Не пробовал, честно Вне боли разношаетесь Вот посмотрите на своих подружек и посмотрите на взгляд Ольги Не страшно? Да она-то прям совсем ее напугала Оля, не смотрите по голове Нет, просто понимаете, я же фея, я снимаю всю чешую с человека Честно? И человек станет таким, какой он есть Честно, мне страшно Тут одно замечание, и все будет плохо Готовы? Не могу сказать, не могу ответить сразу А сюрприз показать готовы? Готов Ну, показывай-то Вот да, можно вас, Артема? Спасибо Больше пространства Больше пар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо Держите педагоги Кстати, у вас осталось одно желание Минута наедине Я бы даже не теряла времени зря А сразу вас отправила в свою комнату АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга, можно на ты? Да, конечно Берия Ты хотел мне вопрос задать? Да Чем ты занимаешься? Я по образованию инженер Я думаю, ты сталкивалась с ГИСами Что такое ГИСы? Ген информационный систем, знаешь Я сейчас ушел с этого направления Сейчас занимаюсь нестандартными рекламными решениями Женоподобные мужчины Так же отвратительны, как мужеподобные женщины Но она как мужик в юбке Вы не понимаете, что ей кто-то должен, пока я 24 года Она не мужик в юбке Вот она по сравнению со мной очень женственная Нет, не женственная Она хочет быть, у нее не получается Отсюда и профессия, и выбор профессии И взгляд на мужчин Вот посмотрите, девочки какие женственные Как они одеты, как они смотрят, какие они легкие Это может быть идет от семьи Не знаю Если вы не скажете, если вы ей не шепнете на ухо Если я ее в конце программы не расколдую У нее будут большие проблемы Хорошо Несмотря на то, что праздничная программа И Новый год, но хочется же счастья Чтобы после Нового года было продолжение достаточно счастливое Вот сейчас самое время Арсения обсудить Вы узнали его еще лучше? Да Давайте сначала послушаю Евгению и сестры, и Кристину подругу Кристина Арсения лично мне кажется, что он подходит для нашей Олечки Потому что он тоже активный У него активная жизненная позиция У него та же мечта, что и у Оли И я думаю, что в принципе он подходит Ты чувствовала, как она вас пилила взглядом? Вот тоже, я хочу сказать Тяжесть Он занимается волонтерством У него есть проект «Старший брат и старшая сестра» И что? Что-то какое-то кошмар И что? Вот У него как бы на попечении ребенок, 14 лет, с детского дома А почему вы плачете? Не знаю, это очень берет меня за душу И она поплачет, и потом все это забудется Это, да С одной стороны, ему нужна хозяйственная и скромная девушка Это может быть такая девушка, которая будет за ним ухаживать И будет всегда на вторых ролях Или другая девушка Если взять, например, Луну, которая в Козероге Он готов рассмотреть девушку, которая будет заниматься карьерой Поэтому вы можете ему подойти Потому что вы успешная девушка И вы будете стремиться, идти по карьерной лестнице Подходит ли она тебе? Вот если она зайдет сейчас, ты готов идти? Как ты? Да? Выйду Да Все-таки хочешь попробовать? Не войдет Вот у нас ступило время выбора Кто достоин вашей подружки, сестрицы? Наверное, мы отметим Арсения Оленька, и хотя, Ларисочка Сегодня добрая фея, а я обычная фея Подарки все-таки у меня Так что давай поднимайся, а вы, девочки, пока меня не будете Я вам тоже, кстати, подарки приготовила Роза, расколдуй, пожалуйста, невесту, хорошо? Ладно Вы пока... Знаешь, вода не то у нас есть Я вам тут чесночка приготовила Держи, моя хорошая Вы пока его почистите, посчитайте, сколько там головок будет А я вам потом скажу, что у вас будет То есть ты хочешь сказать, что я фея, прекрасно Сейчас прикоснусь к этому чесноку Ну тогда ты не узнаешь, что будет в следующем году, не получишь подарка Только если черный хлеб и соль Сюда, сюда, когда еще можно А что будет в следующем году, могу рассказать вам я Расскажи, пожалуйста Я бы хотела сказать, кому из знаков Зодиака повезет в следующем году Больше всех, которые смогут или выиграть, или получить повышение, или устроить свою личную жизнь Итак, это знаки первая половина года Это Лев и Овин Начиная с августа 2015 года Это Дева, Телец и Козерог А вот близнецам нужно побеспокоиться о своем здоровье Тебе нужно побеспокоиться о своем здоровье А я его и беспокоюсь, лечусь, лечусь Не, ну здоровьем всегда надо заниматься Невеста готова встретить своего принца Так Ну, работа великолепна Мухей, мухей Идем, дорогая? Конечно Ну что, почистили? Почистили Посчитали? 15 и 14 Значит, тебе, как всегда, денежная А тебе, дорогая моя, ну конечно Ну, символ следующего года А что в руках у символа? Маленькая лялька? Да А у меня что? Ну как что, Ларис? Почему ты вдруг решила, что я так люблю деньги? А тебе что? Прямо тебе ребенка надо было подарить? Давай меня Ну, сами договаривай Хорошо Олечка, вам необыкновенно подходит это платье и прическа И Роза оказалась более доброй феей, чем я Все холкости, которые я говорила в ваш адрес Вы их примите просто к сведению Но я хочу, чтобы было как лучше Понимаете, да? Я вас вижу тоже с Арсением Хотя, пока вы не переоделись, я думала, что Семен Но вот рассудят нас звезды, и поэтому кто? Ну, конечно, Арсений, потому что он больше из всех женихов вам понятен Проходите Привет! 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 У нас есть пара Ольга и Арсений Хотела на бал Получай! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...